Украину в связи с незаконной войной России. Также я благодарю за доклад об борьбе крымских татар за их права. Доклад комиссара был посвящен коренным народам. Вчера, 19 апреля, мы отмечали 240 годовщину незаконной аннексии Крыма-России. В течение 240 лет коренные народы Крыма преследуются и лишаются культурного наследия языка, топонимов, которые уничтожаются через военную российскую агрессию против Украины. Декларации и целеустойчивое развитие не могут осуществляться. Жизнь коренных народов подвергаться угрозе. Десятки тысяч мужчин коренных народов вынуждены покидать свою землю из-за принудительной мобилизации в российскую армию. Тысячи детей принудительно перевозятся в Россию для ассимиляции. Также это противоречит постановлению Международного уголовного суда. Есть и другие вопросы материально-культурного наследия. Эти объекты растаскиваются, перевозятся в Россию. Например, скифское золото было вывезено из Амелифтопольского музея. Незаконные экскавации также проводятся в Крыму. И природу уничтожаются. Тысячи гектар земли подвергаются. Также добычи ископаемых коренные народы могут быть представлены только самими коренными народами. А также через представителей Межлиса. Но в 2016 году Межлиса был запрещен Российской Федерацией и было открыто уголовное дело против председателя Межлиса. И сейчас глава Межлиса находится под стражей. Призываю Россию остановить войну и вывезти свою армию с территории Украины. Мы подготовили рекомендацию по реинтеграции Крыма и призываем экспертов по вопросам коренных народов рассмотреть это предложение. Спасибо. Благодарю.